Для болельщиков, для зрителей это очень привлекательно. Ну, если мы будем сравнивать с другими видами спорта, допустим, бокс профессиональный, там больше мы привыкли смотреть именно тяжелую весовую категорию. Или взять борьбу с умо. Только одна престижная, а не, ну, профессиональная, только одна престижная. Да, только действительно престижная тяжелая весовая категория. Не умаляя достоинства чемпионов в легких весах и всех тех спортсменов, которые боролись в нынешнейших весах вообще. Но, тем не менее, вот тяжи, как вы говорите, большинство громко падает. Но и тяжи делают порой такие интересные, красивые, амплитудные броски, которые, ну, вот, воспринимаются публикой с большим. Мы, кстати, можем еще раз напомнить наших известных, ну, будем говорить пока по-российски, да, тяжеловесов, супертяжеловесов. Все-таки наша земля, еще раз повторюсь, славится тяжеловесами. Это Этамир Ландменов, который показывал достаточно яркую борьбу бросковую. Семикратный чемпион Европы, неоднократный призер чемпионатов мира и Олимпийских игр. Александр Михайлович. Трехкратный чемпион мира, серебряный медалист Олимпийских игр уже в Лондоне. И можно еще озвучить то, что подрастающая смена, это я порядка четырех человек прямо сейчас сходу вам скажу. Один, кстати, из них из Санкт-Петербурга. Да, я просто уже об этом не уже говорил. Это Нажмудинов, это Саркисян, это Прокин. И вот самый свежий, последний победитель первенства Европы и мира среди юниоров Антон Кривобоков. Антон Кривобоков действительно яркий спортсмен, характерный. И буквально в прошлом году он очень хорошо закончил год, одержал очень сильные, красивые победы над, по-моему, финальным грузинским атлетом. Это было на первенстве Европы. А на первенстве мира он одержал победу над победителем чемпионата Азии, взрослого чемпионата Азии монголам. Тоже там был яркий бросок. Но он уже участвовал во взрослых турнирах. Он победил там и японцев, и корейцев, и китайцев, и все. И все те спортсмены, с которыми он проводил поединки, досрочно выигрывал их. И они все сейчас уже выступают на больших шлемах, на гран-при, на всех-всех официальных отборочных мероприятиях. Но если они не чемпионы и не финалисты, то за тройки, третий, бронзовые призеры, в пятерках они все. То есть я думаю, что у нашего парня есть большой шанс составить конкуренцию. Тем тяжеловесом, который сейчас есть, это и Саидов, и Бастанов. И надеюсь, он это сделает. Ну, мы будем надеяться вместе с вами, потому что только хорошая, здоровая конкуренция дает высокий, высочайший спортивный результат. Естественно, который будет идти в копилку российской сборной. А на татаме продолжается борьба. И вот сейчас подсечку делал Исаев. Подсечка пока не была оценена. Нет, она оценена. Юка, потому что падение все-таки было. Вот я хотел сказать, пока падение было. И тут же по наушнику, ввиду того, что есть просмотр, есть видеокамеры, позволяющие увидеть, была ли оценка, какое было падение. Установленные с двух сторон по диагонали на татаме. Вот эти камеры просматривают боковые арбитры и, соответственно, по гарнитуре передают информацию и свою оценку. Было ли движение оценено, нужно его оценить или нет. Было ли падение на бок. Здесь было падение на бок. Но юка на юку. И, в принципе, шансы равны. Исаев, представляющий Северокавказский федеральный округ, он в белом кимоно. И Розанов, представляющий Дальневосточный федеральный округ, он в синим кимоно. Ну, а пока мы наблюдаем за поединком на татаме номер три, на татаме номер четыре досрочно победу одержал Балаев Арсен в Северокавказский федеральный округ. Ну, не зря вы это озвучиваете, поскольку Япон за Японом проходят поединки. И по предыдущим дням, конечно, такого количества в начале дня мы не видели предварительных побед, досрочных побед. Две минуты прошло, прошло половину поединка. Ну, вот пока оценки равны. И один из спортсменов Розанов пытался сделать сейчас переход в положение лежа. На одержании не удалось у него это сделать. Арбитр поднимает тут же спортсмена в стойку для продолжения борьбы именно в стойке. Ну, большее количество технических действий, конечно же, приносит стойка. Ну, и само зрелище, само зрелище борьбы тоже, оно самое основное в борьбе стоя проходит. Хотя, не менее эффективные и яркие атаки проходят и в положении лежа, в положении Невазов. Вот пытался делать доцеп Исаев, не удалось ему это сделать. Сбил в себе атаку, не дал возможность провести подготовить атаку Розанова. Но борьба продолжается, это не является фальш-атакой, это является попыткой, неудачной всего лишь попыткой. Выбирают спортсмены захват, вот так. И сразу же пытался в очередной раз сделать атаку уже Розанов. Вот в таком положении, когда спортсмен находится, вот сейчас Розанов хотел сделать болевой прием ногами. И вот не совсем у него четко это получается. И тут же перехватил инициативу его соперника Исаев. Ну, так не совсем точно и четко исполняются действия. Но, опять же, как мы уже говорили с Михаилом Анатольевичем, если грамотно готовил его тренер, если спортсмен четко воспринимал информацию, вот именно полутяжелой-тяжелой весовой категории спортсмены, они бросают один раз, но громко и сильно. Бросают красиво. А пока Шида получает за односторонний захват представитель Дальневосточного федерального округа Розанов. Шида, которая дает минимальное преимущество при равенстве оценок данной ситуации Исаеву. Остается 18 секунд до конца. Ну, говорили мы о том, что досрочно заканчиваются поединки. Говорили, говорили, но вот наговорили. И получается, здесь ситуация немного иная. Две оценки было сделано, равные оценки. И вот сейчас дано Шида Розанову за неправильный захват. Шида, который может привести к победе Исаева. Розанов пытался делать бросок, сейчас заднюю подножку. Но неудачно, 6 секунд. Зря, конечно, продолжает он эти действия. Там не хватит у него времени сделать болевой. Да, времени не хватило. Тактически, конечно, концовку неправильно провел поединка этот спортсмен. Хотя вот многим он, наверное, запомнится. Он активно все-таки вел весь поведение к себе. И вот не хватило чуть-чуть, совсем немного. Ну, а на соседнем татаме досрочная победа была. Представитель Южного федерального округа Науменко Николая, пропустив бросок на Вазаре, тут же перешел к активным действиям в партере и удержание болевой. И в конечном итоге удушающим привел, как и победил. Алибек Исаев победил на татаме, на том татаме, который мы с вами смотрим.